Глубоко уважаемый президиум, глубоко уважаемые коллеги, это большая честь выступать в команде профессионалов, в мультидисциплинарной команде, ведущих хирургов, врачей лучевой диагностики, патологов, химиотерапевтов, при необходимости радиотерапевтов. От слаженной работы, нашей совместной работы зависят результаты, направленные и на общую выживаемость, и на качество жизни. Именно эти современные криотехнологии позволяют сохранять максимально высокое качество жизни. И мы сегодня просто восхищались блестящими результатами, которые продемонстрировали и Георгий Георгиевич, и Замир Рахмедовна, и все докладчики, которые выступали на сегодняшней конференции. И, конечно, ведь кожа – это самый большой орган, это иммунный орган, барьерный орган, психосоматический орган, поскольку кожа – это зеркало нашего организма. И этот нечитабельный слайд, но я его специально поставила, потому что насчитывается более 108 нозологических единиц, объединенных в 6 групп, в зависимости от источника происхождения опухоли. Это и кератиноцитарные опухоли, и меланоцитарные опухоли, и опухоли из придатков кожи, лимфомы кожи, мягкотканные опухоли, опухоли нейроэктодермального происхождения. Для чего я это представила слайд? Посмотрите, ведь кожа – самый большой орган нашего организма. И природа позаботилась о человеке, поскольку более 90% опухолей, злокачественных опухолей – это кератиноцитарные опухоли, которые практически не метастазируют. Для них характерен, правда, выраженный местродеструктивный рост и склонность к рецидивированию. А 10% приходится на все остальные опухоли. И поверьте, ни один орган не может похвастаться, в переносном смысле этого слова, теми результатами, теми возможностями лечения, которыми мы сегодня обладаем. Это, безусловно, данная локализация подлежит основному виду лечения, это хирургическому лечению, используется и лучевая терапия, криотерапия является важнейшей опцией в лечении данных злокачественных опухолей, химиотерапия. И, если задуматься, в этом году исполняется 70 лет с того момента, как в Институте Петрова был создан первый химиопрепарат Эмбихин, химиотерапевтом-экспериментатором Ларионовым и химиком по образованию немецом. Но для опухолей кожи ничего не изменилось за эти 70 лет. Для, соответственно, базально-подобных опухолей, базально-клеточных опухолей, в основном используются препараты платины, а для цитарных опухолей меланомы основным препаратом является декарбазин. Но это мы говорим только о химиотерапии. Тем не менее, возможности иммунотерапии колоссальны. И у нас возможности таргетной терапии мы имеем. У нас есть иммуноконьюгаты, новое поколение совершенно уникальных чейпункт ингибиторов, цитокины, вакцинотерапия, виротерапия. И будущее, которое скоро станет вот-вот настоящим, это адаптивная клеточная терапия. Сегодня об этой группе препаратов уже неоднократно вспоминали. Это хеджкок, сигнальный путь, и препарат, который блокирует. Это препарат Висмадегип. Если вы посмотрите, то это напоминает ежика отсюда, и мы получили это название. И по последним результатам исследования, публикованного в 2015 году, вы знаете, я химиотерапевт, и я никогда не видела столь высоких результатов полного регресса опухоли. Это, конечно, колоссальный контроль, местный контроль над степенью распространенности опухоли. Еще один интересный препарат, я его специально упоминаю. Замир, Ахмедов, можно немножко водички? Это препарат, относящийся к поколению иммуноконьюгатов, когда мощное иммуноклональное антитело при помощи мостика, линкера, соединено с цитостатиком. И, соответственно, это химера, препарат разыскивает необходимый рецептор, взаимодействует по действиям механизма иммуноцитотоксичности, и лизосома захватывает препарат, и максимально токсическое воздействие происходит в опухоли при минимальном токсическом эффекте. Конечно, колоссальный контроль над опухолью, медиана безрецидивной выживаемости колоссальна, единственное, мы имеем периферическую нейропатию, так как препарат, который входит в данный иммуноконьюгат, воздействует на микротрубочки. И если говорить о меланоме, то, безусловно, основными таргетными препаратами относится группа препаратов, блокирующих в основной сигнальный путь, это РАС, РАФ, МЕК, и двойная комбинация дофропотениба, траметениба, или же виморфениба и кабинетениба максимально усиливает необходимый эффект. Все эти препараты зарегистрированы у нас на территории Российской Федерации. Но, конечно же, мы говорим, что наступила эра иммуноонкологии, а она наступила тогда, когда мы получили колоссальные результаты в улучшении меланомы, в лечении метастатической меланомы. А еще большие результаты мы получили, когда в клиническую практику вошел эпилемумаб, препарат, получивший статус прорывной терапии. И что такое иммунотерапия? Возможности ее колоссальны. Мы имеем достаточно большие представительства различных вариантов лечения. Но что делает иммунотерапия? Иммунотерапия заново обучает иммунную систему организма бороться со злокачественной опухолей, лишая возможности опухолевых клеток ускользать от иммунного надзора. И вот чейкпонг ингибиторами, другими словами, это ингибиторы иммунных точек контроля, это препараты, которые всеми своими силами стараются максимально продлить и увеличить продолжительность жизни больных. Что мы имеем? На самом деле я не знаю, видно ли здесь белую линию. Это вот та стандартная терапия, которую мы имеем. Если мы назначаем таргетную терапию, то мы видим вот эту вот изгибающуюся линию. Но эффект колоссален, но он краткосрочный. А что дает нам иммунотерапия? Иммунотерапия нам дает плата. То есть на каком-то этапе пациенты, иначе говоря, выздоравливают. И да, мы не до конца еще знаем этих пациентов, у кого мы можем получить максимальный эффект. Тем не менее, для меланомы мы получили уникальную возможность излечения пациентов. Мы сейчас имеем, если мы говорим о чейкпункт-ингибиторах, три основные группы. Это моноклональный антилак CTL-4, моноклональный антилак PDL-1 и PDL-1. И на территории Российской Федерации зарегистрирован эпилемумаб. Для достижения максимального эффекта необходимо всего лишь четыре введения данного препарата. В декабре были зарегистрированы неволумумаб и пепролизумаб. Здесь же мы назначаем до достижения максимального эффекта или непереносимой токсичности. Более того, на территории Российской Федерации исследуется новый отечественный препарат BCD-100. И хотелось бы сказать, что благодаря расширенному доступу, благодаря клиническим исследованиям, наш институт, наши отделения получили уникальный опыт введения данных пациентов. Наши пациенты получили уникальный шанс излечения. А самое важное, что наш собственный опыт нашего института лег в основу регистрации этих препаратов. В рамках расширенного доступа пациенты получали пилимумаб во второй линии терапии метастатической меланомы. Вы видите, какие разительные результаты. После шести месяцев окончания терапии пилимумабов эффект сохранялся в течение восьми месяцев. Фотографии получены из архива отделения химиотерапии и инновационных технологий. И если сравнить результаты, полученные в общей категории, в общей когорте пациентов и тех пациентов, которые проходили лечение у нас в институте, они сопоставимы. Но самое важное, что терапия чейкпонг-ингибиторами должна проводиться в очень опытных руках. Потому что основные осложнения – это иммунопоследованные осложнения. Самый, можно сказать, безобидный, хорошо контролируемый – это такая кожная токсичность в виде сыпи. Но и бывают более сложные осложнения. И для их коррекции необходимо введение кортикостероидов. Опять-таки, мы получаем либо в результате ипилимумаба, иниволумаба, ипепролизумаба, и всех остальных препаратов, мы получаем увеличение общей выживаемости. И самое главное, что ряд пациентов живут в течение многих и многих лет. Потому что мы получаем вот эту плату, которая характерна для всех ингибиторов чейкпонг. И что у нас очень важно, что эффект терапии ипилимумаба или же других чейкпонг-ингибиторов сопоставим с иммунотерапией костно-мозговыми и дендритными клетками в сочетании с фотодинамической терапией, которую исследуют и создают в лаборатории Балдуевой Ирины Александровны. Но ведь все новое – это хорошо забытое старое. И сегодня мы имеем, в нашем арсенале изучаем онколитические вирусы. Начиная еще с XIII века, когда ученые обратили на спонтанный регресс опухоли после инфекционного процесса, затем была вакцина Кули. И сейчас в качестве онколитических вирусов, это и выступают и ДНК, и РНК вирусы, большим, таким вот большой доказательной базой обладает так называемый ТИВЕК, онколитический вирус простого герпеса со строенным геномом грануноцитарно-макрофагального колонии стимулирующего фактора. И очень важно, что вот за те 20 лет работы в отделении, в институте – это очень мало. Но мне посчастливилось, я видела эволюцию лекарственной терапии, я видела, как входят основные цитостатики, моноклональные тела, иммунотерапия и даже та же самая вакцина ТИВЕК, благодаря возможности участия в клинических исследованиях мы видим пациентов, получающие результаты, и видим, какого разительного эффекта мы можем получить. И будущее, да, возможно, а мы уже используем бактерии в качестве переносчика необходимой информации, будь то антитела, будь то цитокины или любой другой необходимый компонент для достижения максимального эффекта. И комбинация онколитических вирусов, чейкпункт ингибиторам дает максимальный эффект. И будущее, то, что я говорила, это возможность, в том числе, достижения полного регресса метастаза меланомы кожи затылочной области головы после химиотерапии, внутриотериального ведения опухоли инфильтрирующих лимфоцитов с деплецией и интерлекина-2. Это вот такая вот возможность терапии, она, безусловно, у нас скоро станет рутиной. И сколько бы мы ни говорили о космосе эры, о космосе иммуно-анкологии, мы должны всегда помнить, что больной – это всегда человеческая личность со всеми ее сложными переживаниями, а отнюдь не без личной случаи. В прошлом году, 14 декабря, Николаю Николаевичу Петрову исполнилось 140 лет, а в этом году наш институт будет праздновать свое 90-летие. Я благодарю вас за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.